Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Добро пожаловать на информационный канал группы компании ИнстаФорекс. С вами я, Екатерина Стихина. Участники рынков готовятся к решениям Федрезерва, заседание которого состоится уже ровно через неделю. Индекс доллара торгуется около 11-недельного минимума на отметке 96.44. На американскую валюту оказывает давление серьезное падение долгосрочных доходностей десятилетних трежерис. Показатель достиг двухлетних минимумов из-за слабого отчета по занятости в США, что были опубликованы в пятницу. Трейдеры настраиваются на снижение процентной ставки ФРС в течение ближайших нескольких месяцев. Ожидания такого сценария постоянно растут. Доллар обескуражен и очередным твитом любителя играть на настроениях рынков. Дональд Трамп написал, что евро и другие крупные валюты сильно обесценены, из-за чего США находятся в невыгодном положении. Он также прошелся под чиновником Федрезерва, заявив, что они ничего не понимают в процентных ставках. И если Трамп и дальше будет концентрировать внимание на оценке евро и других валют, то рынок может воспринять это как повестку дня и начать продавать доллар. Американо-китайский конфликт сильно подкосил курс юаня, который сейчас отошел от 7-месячных минимумов и торгуется стабильно. Росту валюты способствовало заявление Банка Китая. В конце июня регулятор будет продавать в Гонконге счета, номинированные в юанях. Это было воспринято рынком как сигнал на восстановление китайской валюты. Пара USDJPY хоть и отошла от циклических минимумов, но слабость доллара не позволяет развить более мощное восходящее движение. Сегодня наблюдается возврат котировок под уровень 108.30, что говорит о слабости покупателей. Есть риск дальнейшего снижения пары. Австралийский доллар вновь торгуется в минусе на уровне 0.69. Все ранние достижения уничтожены, а новая попытка взять круглую отметку 0.70 была отбита. Следующей проверкой для пары AUDUSD будет отчет по занятости в стране, который выйдет уже в четверг. Дело в том, что австралийский Центробанк связывает свои планы по снижению ставки именно с состоянием рынка труда. На динамику австралийского доллара могла повлиять и новая тарифная угроза Дональда Трампа, однако стоит учесть, что другие факторы, в частности резко ралли цен на железную руду, поддерживают австралийца. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании ИнстаФорекс. С вами была я, Екатерина Стихина. Желаю вам профитных сделок и ждем вас через пару часов на нашем канале.